Друзья, всем привет! Это программа Insight, с вами я, Крошка, и сегодня у меня сразу три гостя, причем двое из этих гостей гости из-за границы, из Азербайджана. Это Александр Терехин, он же глава киброспортивной организации Asgamer, и Hussein, он работник Федерации компьютерных игр Азербайджана. А также Сергей Валикжанин, главный судья по проведению официальных турниров компании Mail.ru Games, и менеджер по проведению соревнований и турниров компании Mail.ru. Здравствуйте вам всем! Я на нас очень. Не так, точнее, не так много времени осталось у нас и в Азербайджане, и в России, да и вообще по всему миру до начала проведения отборочных, национальных отборов ВЦГ-2013 в World Cyber Games. Как бы эту тему именно с вами хотелось бы и затронуть, и немножечко обсудить, и в плане дисциплины Crossfire, собственно, которая нас и интересует. Наверное, тогда первый вопрос у меня будет к Hussein, но как так случилось, и как давно это случилось, что Азербайджан получил квоту на World Cyber Games? Если посмотреть по дисциплине Crossfire, то это уже наш второй год подряд, потому что мы смотрим в организации, смотрим, какая игра наиболее популярная сейчас в самой стране, и по ней проводим, значит, чемпионат. И, ну, вот последние два года мы уже увидели развитие Crossfire, и поэтому решили взять квоту именно по ней. То есть это именно Федерация решает? Это решает Федерация вместе с Министерством молодежи и спорта Азербайджана. Ну, а сама подача шла именно от Федерации, да, либо какие-то... Сама подача шла от Азгеймеров, то есть Азгеймеры обратились в Федерацию, и мы провели какие-то там исследования, все, увидели, что есть какое-то продвижение, и поэтому именно Crossfire в этом году тоже будет, ну, от Азербайджана в ВЦГ. Что нужно, вот, помимо того, чтобы... желание, да, чтобы обратиться именно в Федерацию, чтобы получить эту квоту на World Cyber Games? То есть, допустим, страны того же самого СНГ, да, по некоторым дисциплинам они имеют квоты на World Cyber Games, да, по некоторым не имеют. То есть, это отдельная часть, я так понимаю. Нет, на самом... Какие это технические моменты? Нет, на самом деле, если люди обращаются, ну, вот не сами уже, не сама Федерация смотрит, а если люди обращаются, как мы хотим, вот так-то, мы проводим исследования, смотрим, какие именно игры, и после этого мы решаем. Сама квота, в принципе, так получить не так уж и сложно, там просто, если есть, значит, как кто-то, кто представляет страну, он посылает заявку в мировой комитет, и они уже дают нам разрешение на квоты, на получение квот. К вам тогда, Александр, вопрос. Вы как представитель, да, мультигейминга, киберспортивной организации, как именно идея по Crossfire пришла, кто к вам обратился с этой идеей, либо вы сами нашли себе команду? Да нет, в принципе, все началось с прошлого года, когда в первый раз проводился Crossfire в виде ВЦГ-дисциплины. Соответственно, да, обращаются очень много команд, то есть, по большей части мы смотрим, видим, что люди играют, и по большей части команды сами обращаются на счет того, чтобы проводились именно такие отборы, то есть, были какие-то чемпионаты, квоты, напоминаю, что проходил еще у нас чемпионат от Mail.ru, так, недавно по Crossfire, и, соответственно, Crossfire у нас развивается, и по большей части на этом отборе ВЦГ уже не будет, так сказать, только две команды, которые могут что-то показать, какую-то красивую игру, или составить конкуренцию другим командам. С каждым годом мы будем становиться все больше и больше. Ну, также, соответственно, насчет нашего мультигейминга, мы стараемся тесно поддерживать тесные взаимоотношения с федерацией киберспорта, и стараемся как можно быстрее, как можно лучше проводить все чемпионаты, которые у нас проводятся в стране, и также стараемся добавить как можно и больше игр, чтобы люди, соответственно, находили именно ту свою игру, в которую они смогут играть на профессиональном уровне. Тогда такой вопрос, кто вот конкретно по национальным отборам занимается именно организацией, проведением, и такой еще немаловажный вопрос о финансировании всего этого дела. В связи с чем спрашиваю? С тем, что в некоторых, скажем так, федерациях, то есть главный спонсор отказался от финансирования. Как у вас с этим дело обстоит? У нас, значит, раньше был генеральный спонсор Samsung, как, в принципе, и во всем мире, но после того, как они отказались, в Министерстве молодежи и спорта они решили, что надо продвигать какие-то, ну, не совсем такие, ну, не как футбол или что, что средние игры, и поэтому Министерство молодежи и спорта само стало проводить вот такие финансирования и организационные моменты. Мы вот в организационном моменте тесно сотрудничаем с ними, вот недавно мы были в регионах Азербайджан, то есть был я, еще один представитель федерации и человек из Министерства. И поэтому вот тесное сотрудничество у нас идет с ними. Плюс еще мы договорились, у нас есть еще спонсорство от компании Red Bull. То есть у вас это, в принципе, практически на государственном уровне? Это не частное финансирование? Нет, нет, это не частное финансирование, это уже идет на государственном уровне. А какую аудиторию вообще по сравнению с прошлым годом? Вы же проводили, правильно, организация тоже? Да, да, конечно. Планируете охватить? Просто я в новости по Азербайджану видел, что это неплохой отель, в общем-то один из конференц-залов отеля. То есть уровень, я так понимаю, растет? Да, уровень, конечно, растет. Но если даже сравнить с тем, что было три года назад, три года назад проводился чемпионат только внутри Баку. Не были охвачены регионы. А вот с прошлого года уже начались региональные отборы и финалы всех региональных отборов. Все финалисты и те, которые получили квоту, они приедут в Баку. И вот там, вот то, что вы говорите, отель Мариотт, вот там будет проводиться гранд-финал Азербайджана. И там будет определяться, кто получит квоту на мировые турниры. То есть у вас присутствуют отдельные ланд-финалы в городах, в регионах, а потом уже собираются? Да, да, да. Те команды, которые побеждают в регионах, те команды приезжают в Баку на гранд-финал. А какой примерно охват игроков, аудитории идет по надборам? Ну, по отборам, если посмотреть, то по районам это... В каждом районе это около 200 человек, я так думаю, по всем именно то, что дисциплинам. А район где-то 5 или 6, 5 или 6 районов. То есть это получается около 1200 людей и еще плюс Баку. В Баку понятно, что людей будет намного больше. То есть, ну, на день 2500 человек вообще охват есть. Александр, к вам вопрос. Видел вашу команду уже в пуле команды на ланд-финал в Баку. Через какие тернила, собственно, команде пришлось пройти до этой четверки? Скажем так, им пройти приходилось очень-очень многое. Мы знаем, что они выступали на Царь горы, выступали также и на открытом чемпионате. То есть команда на данный момент находится в боевой готовности. Почти что каждый день идут у них тяжелейшие тренировки, разные праки. И на отборах, соответственно, они тоже встречались с довольно-таки сильными командами. И четвертый час пробилось с Баку. Это, можно сказать, наиболее успешные команды, которые есть у нас. И надеемся, что наша команда, именно, соответственно, Азгеймер команда, поедет в Китай от Азербайджана. И надеемся, что они покажут результаты, свои наилучшие результаты именно в Китае. У вас какой-то буткемп планируется? Буткемп у нас будет. Буткемп у нас планируется после, соответственно, самого здесь отборов ВЦГ. Надеемся, что наши ребята смогут пройти это нелегкое испытание и получат путевку. И, соответственно, тогда у них уже будет планироваться буткемп. Соответственно, сейчас насчет социальной части, именно как команды, ведется у нас непосильная работа. И мы, соответственно, насчет этого постараемся сделать так, чтобы этот буткемп не остался неосвещенным. То есть, также будут проводиться стримы от игроков. И постараемся как можно лучше осветить деятельность нашей команды. И тогда напоследок такой вопрос, Александр. Какие творческие будущие рабочие планы именно в контексте киберспортивной деятельности? В контексте киберспортивной деятельности на данный момент у нас очень и очень сильно развита такая дисциплина, как Дота 2. Соответственно, начала развиваться такая дисциплина, как Лол, Старкрафт. И, в принципе, мы постараемся именно от Асгеймера найти как можно больше талантливых игроков, именно которые хотят подняться на профессиональный уровень. И постараемся как можно больше дать им возможности для именно этого, чтобы они поднялись на профессиональный уровень, а не оставались на уровне, скажем, который был год назад или два года назад. Игроков талантливых много, но чтобы их найти и, так сказать, поддержать, вот именно этой работой мы будем заниматься. Основная задача нашей на данный момент компании, это, соответственно, игроки, ну, а дальше уже посмотрим, как пойдет. То есть чемпионаты, спонсоры, буткемпы, все это, соответственно, мы будем освещать по мере того, как будет продвигаться наша работа. Спасибо. Гусей, такой вот я забыл, кстати, сейчас вспомнил немаловажный вопрос, он многих интересует у нас, конкретно в России, да. В России есть ограничения на участие в ландфиналах, именно в дисциплине Crossfire, возрастное ограничение. Ну, 16 лет, 16 лет и не менее должно быть. Как у вас дело обстоит с этим в Азербайджане, потому что, как бы, регламент ВЦГ именно не разглашается, да, то есть гранд-финал, а его, как бы, в свободной печати я, допустим, нигде не нашел. Если вы что-то знаете по этому поводу, потому что входят то ли слухи, то ли недомолвки, что вроде как от Японии видели игроков, да, 14-летних на самом гранд-финале. Что у вас именно по возрастному цензу? Не, на самом деле у нас то же самое, как и в России, у нас возрастное ограничение идет 16 лет, но есть еще и возрастное ограничение максимальное, то есть 29 лет. А с чем это связано, с законодательством, с чем? Это связано больше с влиянием Министерства молодежи и спорта, то есть молодежь, они именно что хотят предъявлять молодежь, то есть 16 лет и 29 лет, потому что они считают, что, ну, в 16-летнем возрасте человек уже начинает когда осознавать, чтобы он там не ходил, там не занимался, ну, не пил алкоголь, не баловался наркотиками, чтобы было какое-нибудь увлечение именно что. А киберспорт на самом деле, ну, я сам тоже был игроком в свое время, киберспорт это очень такое интересное увлечение, которое, особенно сейчас, оно может принести еще и неплохой доход человеку, и еще плюс интерес должен быть. И мы поэтому пытаемся поддержать интерес, то есть из-за этого мы организуем квоты, мы пытаемся организовать всякие такие чемпионаты и все, чтобы именно был интерес к этому. Я почему спросил, потому что есть немало игроков, да, недостигших 16-летнего возраста, ну, скажем так, остановившихся на пороге 14-15 лет, когда они имеют уже паспорт, за гранд-паспорт, играют на уровне, на серьезном уровне, обыгрывают 16-летних, тех же самых, да, 18-летних игроков, но не имеют возможности посетить гранд-финал вот именно из-за возрастного ограничения. Как-то будет снижаться у вас этот ценз до 14 лет? У нас еще не планируется снижаться, то есть это мы будем обговаривать, ну, как за полгода до начала чемпионата ПЦГ-отбора в Баку на следующий год. То есть это будет обговариваться, мы будем думать, опять же, это должно, и содействие должно быть Министерство молодежи и спорта, и Федерация должна думать об этом. Я на самом деле пока еще вообще, у меня никакой информации насчет этого нет, что будет снижаться. Ну а ты почему именно такой? Потому что, допустим, в законодательстве России я не нашел разницы между 14 и 16-летним. Почему вот такой вот порог? Можете как-то уточнить? На самом деле у нас вот в России, насколько я знаю, с 14 лет получают загранпаспорт, да? Да, да. В Азербайджане с этим немного сложновато, то есть загранпаспорт получается в 18-летнем возрасте. До этого это можно сделать в 16-летнем возрасте только через или же Министерство образования, или же через Министерство молодежи и спорта. То есть если человек, какой-нибудь подросток, едет на какой-то спорт спортивное мероприятие, или же едет на какое-нибудь там, ну что-нибудь такое насчет образования, то это тогда можно. Поэтому это можно сделать, да, конечно, и в раннем возрасте, там бывают и 10, и 11 лет, но это достаточно сложный, и должен быть человек, который сопровождает этого человека. И еще почему на самом деле? В 14 лет, ну на мой взгляд, еще человек не полностью осознает, что он едет представлять страну. В 16 лет уже более осознание это приходит, то есть это именно серьезная подготовка должна быть. Ну вот, если при поддержке той же самой организации киберспортивной, то есть едет менеджер команды, если в таком случае вариант возможен такой? Ну в будущем, я имею в виду, как... В будущем, да, да. Да, 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 да. В будущем мы... Ну посмотрим, через полгода где-то, ну вот полгода останется до ВСГ Азербайджана, тогда мы посмотрим на самом деле, может быть такое сделаем. Потому что вопрос... Потому что вопрос очень острый, как бы и спорт молодеет, профессиональный, и киберспорт никуда от него не отстает. В любом случае. Тогда такой к вам вопрос касательно Кроссфайра, ибо Кроссфайр мы обсуждаем, да, как-то Федерация компьютерных игр Азербайджана будет, планирует в будущем поддерживать те же самые мультигейминги, в составе которых есть дисциплина Кроссфайр, проводить от себя, может быть, какие-то турниры. Что вообще планируется? Конечно, будем. Вот раньше проводилось при поддержке, ну, при поддержке всяких спонсоров, например, HP Cup, проводилось при поддержке HP, Ягуар Cup был при поддержке, вот Азгеймеры устраивали Ягуар Cup. Вот так мы при помощи спонсоров будем организовывать такие чемпионаты. ВСГ, только ВСГ пока спонсирует Министерство молодежи спорта. Все остальное надо находить в финансировании, на самом деле, да. А вот это немного сейчас здесь сложнее намного сделать. Потому что, да, потому что люди, ну, компании, все, они думают, ну, игры и что там, это, думают, что это детские забавы и что. Поэтому только вот, ну, более такие современные, как Red Bull и EPUAR, вот они уже как-то пытаются финансировать. Спасибо, спасибо Азербайджану. Давайте, наверное, к России перейдем, к Сергею Валикжанину, к представителю компании Mail.ru, собственно, локализатора игры Crossfire в России с СНГ. Сергей? Да, привет, Митя. Ну, вот, обсудили мы с Азербайджаном, да, ну, собственно, собрали здесь всех представителей, у которых из СНГ, скажем так, есть квоты по этой дисциплине. На носу у нас отборы и в России, и в СГ, пройдут они 24-25 августа. Хотелось бы, как бы, узнать, как идет подготовка, что вообще делается в преддверии, собственно, этого события. Ну, смотри, подготовка уже завершена. Мы, собственно, больше отвечаем за онлайн-отбор, за ланд-финал отвечает Федерация Компионального Спорта России. В данный момент, я могу рассказать только о наших изменениях. Мы, во-первых, указали в Судейский штат, и, по большей части, он теперь состоит из действующих патрульных, у которых есть колоссальный опыт просмотра реплеев и обнаружения читеров. И, собственно, площадку изменили. Отбор будет проводиться на турнирном сервисе ПВП Mail.ru. Там будет максимальный комфорт для участников. Процесс подтверждения участия теперь будет автоматизирован. Капитану, там, на указанную им ранее почту, будет проходить письмо, с помощью подтвердить участие. Помимо этого, подтверждение можно будет осуществить через профиль капитана или профиль команды. То есть, достаточно удобное нововведение. Не нужно будет теперь лезть на форум, писать какое-то сообщение. А сам финал турнира пройдет 1 сентября в Москве, в Московском молодежном национальном центре, который находится неподалеку от ВДНХ. Такой вопрос. Многие у тебя игроки знают российскую локализацию как главного судью. Но никто не знает, что помимо судейства ты занимаешься еще чем-то в компании Mail.ru применительно Crossfire. Расскажи вот об этом. Ну, применительно к Crossfire я занимаюсь разработкой новых турниров форматов. Не так давно мы запустили King of the Hill, Король горы. И задача участников попасть на гору, а затем отстоять свое звание. Желающие принять участие в данном формате могут оставить свои заявки на почту King of the Hill Mail.ru. Мы отбираем 8 лучших представителей и добавляем их на зрительское голосование. Соответственно, две лучших команды по результатам голосования сажаются между собой до одной победы за право претендовать на титул. Ну и победитель в тот же день встречается с Королем горы в формате Best of 3. То есть максимальная серия Короля составляет 4 поединка, затем он получает вознаграждение и не может участвовать на протяжении месяцев в турнирах. Вот это из более актуальных форматов на данный момент. Ну вот, как бы устоялось уже, да? То есть King of the Hill у нас вошел в основной, скажем так, формат. То есть получается сейчас три формата у нас. Это Лига, открытые турниры, King of the Hill. Помимо этого, что-нибудь планируется делать? Еще какие-нибудь форматы разрабатывать? Ну я понял, к чему ты стремишься, Миша. Инсайт хочет меня выбить, значит, да? Ну ладно. Просто смотри, просто сейчас у нас пройдет ВЦГ, грубо говоря, отборы. Это конец августа, а гранд-финал будет аж в конце ноября, в начале декабря. То есть что в промежутке, чем будет заниматься именно турнирная комьюнити Crossfire? Ладно, Миша, открою для тебя страшную тайну. Осенью мы планируем провести пятый сезон Лиги. Ну могу некоторые подробности там раскрыть, не все, конечно. Мы сократим количество участников до шести, будем проводить два отборочных этапа, как и раньше, да? В каждом из отборочного этапа будем разыгрывать по три квоты. То есть сама Лига пройдет в три этапа. Первый этап – это круговой турнир, где каждая команда сыграет с каждой по одному разу. До определения четырех лучших команд, по результатам, естественно. Ну и плавно перейдем к второму этапу, это уже плей-офф в формате Best of 3. То есть первое место по результатам кругового турнира играет с четвертым, а второе – с третьим. Ну и, внимание, самое главное, финал турнира, барабанная дробь, и он будет проходить на «Игромире» 5 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспорт». Это будет крутой финал на игровой сцене. Советую всем зрителям запомнить эту дату. И если вы являетесь действительно истинным поклонником игры, вы просто не можете на это мероприятие не прийти. Там будет возможность пообщаться и с игроками любимыми, и интервью у них взять. Будем разыгрывать всяческие ингейм-призы, сувенирную продукцию. Ты, кстати, Миша тоже будешь привлечен к этому. Будешь осуществлять трансляцию на зал. Все очень круто будет. Кстати, хотел бы воспользоваться эфирным временем и порекламировать стенд Warface, который будет там тоже присутствовать. Я думаю, что там будет демонстрационная зона и игровая тоже. Можно еще и плюшки оттуда выиграть. Давай тогда вообще залезем в глубкий шок, совсем глубокий инсайт. Коля у нас, скажем так, гости из Алибайджана. То есть межнациональная такая получается конфа. Планируется как-то объединение локализации, потому что они, грубо говоря, разбросаны по миру. То есть Бразилия играет в Бразилии, Северная Америка с Северной Америкой. Ну, у нас вроде как получается такой СНГ между собой. То есть здесь и Украина, и Белоруссия, и Европа отдельно. То есть может быть как-то между собой локализаторы будут связываться, сотрудничать в плане объединения именно комьюнити и встречи помимо ВЦГ и недавно прошедшего того же самого Crossfire Stars каких-то еще чемпионатов. Какие-нибудь ладдеры, какие-нибудь лиги. Что-нибудь в этом направлении хотя бы думается? Не, ну думается-то оно думается. Тут как бы вопрос сложный, зависит не только от российской локализации, да, но и от старинных представителей. Не только СНГ, а Европа там и мира. Не так легко договориться между собой. Ну, скажите так, работа на самом деле ведется, это в планах, но получится или нет, я тебе не могу точно сказать. Ну просто хотя бы обнадежил, потому что комьюнити у нас такое несколько есть, процентов его, да, утопическое, и всегда говорит, что все, дальше ничего не будет, пределы конец света чуть ли. Миша, Миша, ты меня по-живому режешь, не могу я тебе всю информацию... Не-не-не, я просто хотя бы обнадежил, что что-то будет, чтобы люди не вешались, не прыгали с балкона, да, не выкидывали оттуда свои ноутбуки с установленной игрой Crossfire. Ну, я тебе могу некоторую информацию поведать. Хотел бы, кстати, воспользоваться минутой опять же и рассказать о том, что уже было проведено. То есть мы за год с небольшим уже успели провести 17 мероприятий, турнировать. То есть в эту цифру входят 4 сезона лиги, 5 открытых турниров, ну и, собственно, оставшиеся турниры — это отборочные этапы. Просто вдумайтесь в эту цифру, за год и 3 месяца, да, 17 турниров. То есть до этого было, не буду говорить, сколько турниров, да, а вот сейчас 17. Вчера, кстати, читал интервью Гнус, согласен с ним в том, что общий уровень команд значительно вырос, да, за последнее время. Если мы спорим первый сезон, то, по сути, у джетсетов тех же не было конкуренции, ну, за исключением МТЛ. А во втором сезоне уже там потянулись RockSkits и Eremia. У многих остался в памяти финал Bang Redux, в котором RockSkits на первой карте обыграли Virtus.pro. Вот. Я бы не сказал, что увидел у них страх в глазах Virtus. Ну, им пришлось собраться и довести матч до логического завершения. И легкой прогулкой это точно назвать нельзя. Вот. И потом уже пошел прогресс такой. Вот. В третьем сезоне разыгрались там КМС, Андрейд и Карнейдж. Вот. А в четвертом сезоне неожиданно третье место заняли Титаны. Ну, и все, собственно, помнят, что сделала Eremia. Вот. То есть я считаю, да, что для успешного выступления на международной арене очень важна конкуренция внутри страны. Высокий уровень команд мотивирует на постоянные тренировки, изобретение новых тактик, анализ своей игры. Не дает, опять же, расслабиться. Не за горами новый формат соревнований. То есть что ориентирован он будет в первую очередь на начинающих игроков. Слады нововведения, думаю, уже будут заметны через год. То есть команды, я думаю, смогут уже конкурировать с китайскими командами. А может быть даже и обгонят их. У нас есть тетка стратегии на ближайшее будущее. Но уверен, что с той командой, которая сейчас собралась в Mail.ru, нам удастся добиться поставленной цели. Спасибо. Вроде все отписал. Давай тогда, Коля, затронули тему будущего, заглянем буквально на эти самые год-два вперед. И как ты видишь вообще комьюнити Crossfire, в принципе, и что будет происходить с турнирной активностью в Crossfire через эти год-два? У нас в стране, вообще в СНГ, в мире, так глобально возьмем. Ну, мне кажется, что Crossfire будет просветать в любом случае. То есть уже сейчас есть тенденции и предпосылки. Сам помню, что начиналось с того, что те же твои трансляции смотрел 100 человек, а сейчас уже полторы-две тысячи смотрят. Что касается турниров, то, как я уже сказал, мы будем делать, скорее всего, акцент на начинающие команды, которые еще делают только первые шаги в Crossfire. Хотелось бы выработать определенную школу, с помощью которой начинающие игроки смогут через как раз в течение года-двух стать чемпионами, либо занять место в топе. То есть всех впускать, никого не впускать, это только начало, да? Конечно, только начало. Идеи на самом деле много, не могу тебе раскрыть весь инсайт. Думаю, что в сентябре, в ноябре вы уже узнаете о новом формате турнирном, который мы точно ведем. Спасибо вам всем, спасибо Александру, Гусейну, Сергею за то, что собрались, ответили на мои вопросы. Дай бог, чтобы все было сказочно и шоколадно, еще и при поддержке государства, как это в Азербайджане и у нас в России. И было столько же замечательных организаций киберспортивных, как Азгеймер, и столько замечательных менеджеров, как Сергей Валикжанин, он же главный судья. Той же самой компании Mail.ru у нас в Crossfire, да и вообще в киберспорте. Миша, а можно я в заключение пару слов скажу для участников? Да, конечно. Моя любимая тема. Кстати. Я в первую очередь хочу, советую внимательно ознакомиться с регламентом турнира, потому что 60-70% команд делают ошибку, что не изучают его. Если возникают какие-то определенные вопросы, задайте их лучше судим турнира до начала, а уже не после этого. Опять же хочу обратить внимание на то, что тем, кто пройдет все этот финал, необходимо будет предоставить сканы русских паспортов. Если сканы не будут предоставлены, то команда будет снята с турнира. То есть это очень важное объявление, да. И по себя посоветую им соблюдать фаерплей, доказывать свою состоятельность в первую очередь в игре, а не в закулисных баталиях после. И если действительно команда проиграла, то лучше признать это, а не пытаться мощнить час-два. Спасибо. Спасибо. Второй вопрос, который больше всего волнует именно молодых игроков, тех самых, которые, ты говоришь, молодые и подрастают. Потому что возраст их, даже не игра молодая, да, а вот возраст именно их молодой. А играют они уже на серьезном уровне. Как эта проблема будет, не будет решаться? Ну, есть определенные возрастные проничения, 16 лет. Нужно, во-первых, понять, что организаторами общего российского финала являемся не мы, а Федерация компьютерного спорта России. То есть на стадии переговоров нам удалось с ними договориться о возрастном цензе в 16 лет. Мы закрепили эти договоренности и уже не будем менять эту цифру. На российских отборочных смогут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет. Ну, возьмем такую идеальную ситуацию, да, когда сильная команда под тегом какой-то киберспортивной организации, я имею в виду и в России, будет иметь в своем составе, допустим, двух 15-летних отличных игроков. Сможет ли эта киберспортивная организация каким-то образом продавить Федерацию компьютерного спорта России? Вопрос хороший. Думаю, что уже поздно давить. Нужно было активно действовать намного раньше. То есть информация была опубликована за месяц, до турнира, да? Я имею в виду не эти отборы ВЦГ, а на какие-то международные турниры в будущем. Миш, ну, конечно, через год, когда им 16 лет исполнится, они смогут продавить Федерацию компьютерного спорта. Своим возрастом, да, щетиной. Нет, ну, я вот в общем беру, потому что будут и будут появляться. Кто-то, я даже больше скажу, наверное, 10% игроков, играющих именно турниры, они ни во что больше не играли, кроме как Crossfire. Они вырастают на этой игре, как мы еще в свое время на Counter-Strike. Поэтому, как бы, это для них очень серьезный вопрос. Нет, я считаю, что вопрос не совсем корректный, некорректно поставлен. Я им советую написать официальное письмо Федерации компьютерного спорта, изложить свою позицию аргументированную, да? И они, по идее, должны получить официальный ответ. Они могут давить всякими там законодательствами Российской Федерации. Вот просто смотри, сидит такая украинская команда, состоящая из 5-15-летних игроков, которые просто убивают все, что шевелится в Crossfire. Но они никуда не могут поехать, да, именно из-за своего возраста, да, и из-за своей национальности. Потому что квоты по Crossfire у Украины тоже самое нет. Вот создадим, грубо говоря, сейчас такой гайд. Потому что собрались, грубо говоря, официальные лица, да, представители киберспортивной организации, Федерации и компании-локализатора игры. Что нужно делать этой горе-пятерке украинцев 15-летних, да, чтобы попасть и убивать всех на международных турнирах в той же самой Азии? Это вот вопрос ко всем, как бы, как решать эту проблему. Потому что она есть, и меня спрашивают, но я всем отвечаю, я простой смертный комментатор, ничего не могу сделать. Хочу вот именно у вас, как бы, и спросить. Давайте перейдем от любителей к профессионалам, да, выступлю вначале я, потом ребята уже ответят на этот вопрос. Мне кажется, что изначально нужно посмотреть на историю турниров World Cyber Games и понять, кто на Украине проводил эти мероприятия. Вот, собственно, связаться с этими людьми и узнать, в какой ситуации у них там в Федерации находится. Если не удастся связаться с ними, да, то надо искать Министерство молодежи Украины, наверное, и с ними постараться решить этот вопрос. Но это, чисто мое мнение. Александр, Гусейн, вы как считаете, что делаете с такой проблемой? Потому что она существует, реально. У вас все хорошо, я понимаю, как бы, как с нашими братьями? На самом деле, Сергей сказал правильно, то есть, если люди хотят, то это надо обращаться или в Министерство молодежи, или в Министерство спорта, уже кто больше будет влиять. Потому что у нас, у нас это намного легче, у нас объединено Министерство молодежи и спорта, и они должны найти там людей, которые будут заинтересованы в продвижении киберспорта именно в стране, и вот поговорить с ними, может даже написать официальное заявление. Потому что, ну, еще с одной стороны, есть финансирование, да, потому что я не думаю, что вот люди, вот 15-летние, они сами смогут протолкнуть, как бы, вот, дать деньги на квоты и все, то есть, им нужно финансирование. Если они найдут финансирование, то я думаю, что для Министерства это никакого минуса, только плюсы. Но если финансирование будет только, вот они скажут, что вот вы финансируете, там, или что, это будет немного сложнее, я думаю. То есть, грубо говоря, им нужно найти такого доброго человека, как Александр, его киберспортивную организацию, чтобы для них сначала выделялись какие-то деньги и заботы, и затем уже прямым путем федерацию компьютерных игр. Ну, да, ну, да, или же какие-нибудь компьютерные организации, или же, опять же, может быть, даже какие-то спонсоры, то есть, если, например, поехать от спонсора и носить их майки, то есть, это тоже, тоже вариант, я думаю. Да, кстати, вот насчет именно вот этой проблемы у нас в команде недавно возникала такая проблема, именно по кроссфаеру в команде. Как бы у нас загранпаспорт, как говорил Гусейн, получается после 18 лет. Один из игроков, ну, Райзл, он недостиг еще 18-летия, ему, соответственно, 17 лет. И есть только, как бы, наш азербайджанский паспорт. Насчет этого, в принципе, что можно сделать, как я могу посоветовать игрокам. На данный момент очень многие государства, также Китай и Америка, сейчас ведут работу насчет того, чтобы признать киберспорт как официальным спортом. И в официальном спорте визы выдаются именно спортивным. То есть, если команда едет в Америку, либо же на какой-то турнир в виде ЕСФ, который будет проводиться в Румынии, он получает спортивную визу вне зависимости от своего возраста. То есть, могу посоветовать также, как и говорил Сергей, обратиться, соответственно, в федерацию именно киберспорта, если такая существует. Как сделали мы насчет именно вот игрока, нашей команды по Crossfire. И, соответственно, нашли понимание и нашли, как эту проблему можно решить. То есть, соответственно, только так. По-другому уже никак. Или, либо же, ждать год. Я понял. Ну, мы вообще-таки глобальные темы затрагиваем уже признание киберспорта как официального спорта. Я, насколько знаю, покажется только Лол в Америке признан спортом. Именно даже не киберспортом, а именно спортом. Ну, кстати, ЕСФ. Извини, что перебиваю, но ЕСФ и сейчас, на данный момент, также и Старкрат. Он разделен на мужской и женский. И является спортом. То есть, в принципе, если есть желание, то эти проблемы решаемы. Единственное, если нужно найти хотя бы 18-летнего юриста и хорошую киберспортивную организацию. Да, вот. Вилли спонсор окончен. Да, да. Друзья, всем спасибо. С вами прощаюсь. Спасибо, что обсудили и ответили на мои вопросы. Сергей, Гусейн, Александр. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.